Новую школу на 900 мест в Сургуте планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. В следующем она уже сможет принять первых учеников. В 2022 году в городе ожидается и возведение свыше 10 объектов. Так, в планах строительства двух дорог, спортивного ядра, объектов, инженерной инфраструктуры на территории будущего научно-технического центра. В рамках двухуровневого финансирования на эти цели в городе предназначено чуть более 3 миллиардов рублей. Итоги планы на будущий год обсудили на городском штабе по капитальному строительству. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Объект долгожданный, необходимый в Сургуте. Готовность продолжения улицы Геологической обсудили на оперативном штабе по капитальному строительству. Ее возведут в эксплуатацию в декабре этого года. Участок длиной в 512 метров возвели за два года. В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Деньги выделили из федерального, окружного и муниципального бюджетов. Четырехполосная дорога соединит один из микрорайонов Сургута с объездной. Это позволит автомобилистам сократить время в пути. А еще разгрузит улицу Меликорамова и обеспечит дополнительный выезд на Югорский тракт. Дорога сдается городу. Она начинает готова к эксплуатации. СМР закончен. Идет оформление документации и приемки. Два спортзала, класс хореографии, 25-метровый бассейн, тир и даже зона отдыха и сна для тех, кто останется на продленку. Рабочие приступили к строительству школы на 900 мест еще в 2019 году. Но из-за пандемии были паузы в строительстве. Не хватало материалов и людей. Сегодня все строительные и отделочные работы завершены. Образовательный проект возвели за счет окружных и муниципальных средств за 940 миллионов рублей. Готовятся документы на ввод объекта в эксплуатацию. Заключение соответствия объекта жилстроенозора мы получили буквально вчера. Поэтому все хорошо, все по плану. До конца декабря вводим объект в эксплуатацию. В следующем году планируют провести реконструкцию очистных сооружений города, которые уже очевидно устарели и больше не соответствуют эко-нормам. Горводоканалом уже разработано технологическое решение, заключающееся в строительстве нового блока ультрафиолетового обеззараживания с наружными коммуникациями и модернизацией действующих вторичных отстойников. В будущем году планируют построить спортивное ядро, которое станет еще одним местом притяжения для поддержания здорового образа жизни сургутян. Возведут более 10 объектов. На эти цели в городе предназначено свыше 3 миллиардов рублей. Помимо строительства на городском штабе обсудили и планы по благоустройству. Так, в эко-парке Засаевой предполагается проложить тропиночную сеть, чтобы соединить с городской набережной. В парке Кедровый лог закончит свадебный маршрут. Установят малые архитектурные формы. Это очень важная работа публичного обсуждения тех проблем или барьеров, которые нам необходимо преодолевать, чтобы реализовывать свои планы. Отдельный графой строительство жилья. Возведение одного из крупнейшего в стране научно-технологического центра профинансируют в больших объемах подготовку земельного участка под строительство научно-технологического центра. На следующий год работы будут связаны с развитием инфраструктуры на объекте. Планируется укрепление берега и прокладка водоводов. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести, Югория, Сургут.